Здравствуйте! В этом видеоуроке рассмотрим, как настраивать программу лояльности UDS. Все настройки программы лояльности производятся в соответствующем пункте меню. Переходим в настройки. Первый момент о том, что есть два режима программы лояльности в UDS. Первый – это понижать сумму счета, второй – начислять бонусные баллы. По умолчанию начислять бонусные баллы выбраны. Понижать сумму счета – это когда предоставляется прямая скидка клиенту при оплате. Например, он пришел, показал свою карту, свой номер карты и, соответственно, ему применяется скидка, например, 5%. Это прямая скидка. Второй режим – это начислять бонусные баллы. Что мы больше рекомендуем и то, что использует большее количество предпринимателей. Потому что бонусные баллы или бонусные системы – они более интересные. То есть клиент приходит, производит покупку и 5% в виде бонусов ему начисляется на счет. И эти бонусы он сможет потратить в следующий раз. Мы выбираем начислять бонусные баллы. Это нами рекомендуемый способ. В дальнейшем мы настраиваем количество бонусов, процент бонусов, который будет начисляться клиенту на счет. Можем сделать несколько уровней. У нас есть уровень, например, базовый. К каждому уровню можно настраивать произвольное название. Например, первый уровень мы назовем базовый, поставим ему 5%. Создаем следующий уровень. Пусть он будет серебряный. Ему поставим 7%. И создадим еще один уровень и назовем его золотой. И пусть будет 10%. На каждый из этих уровней можно настроить способ достижения этого уровня. Например, клиент может достигнуть этого уровня и начать получать своих покупок не 5%, а 7%. Например, если он сделает сумму счета на 50 тысяч рублей. Если он сумма покупок составит 50 тысяч рублей, то, соответственно, этот клиент перейдет на новый уровень. Ну, указать 50 тысяч рублей. Такое же условие, похожее, поставим и для золотого уровня, но здесь делаем, например, на 100 тысяч рублей. То есть, после того, как клиент за все время совершит покупок на 100 тысяч рублей, он автоматически перейдет на новый уровень. Также можно поставить и второе условие достижения этого уровня. Это за количество рекомендаций. Например, если клиент сделает две эффективные рекомендации. Здесь считаются только эффективные рекомендации. Эффективные рекомендации это когда мой друг, которому я порекомендовал компанию, он действительно придет и сделает покупку в этой компании. После совершения покупки моим другом, мне и будет зачислена эта рекомендация. И если таких рекомендаций будет две, то, соответственно, я автоматически перейду на уровень серебряный. И от этого буду получать больше процентов в виде бонусов с покупки. Такое же условие можно установить для любого уровня. После изменения настроек всегда нужно нажимать кнопку «Сохранить». Справа внизу будет появляться окно «Сохранено», и тогда мы будем понимать о том, что настройки уже применились в систему. И в том числе отобразились новые настройки в мобильном приложении. Здесь в бонусной системе можно настроить также вознаграждение за рекомендацию. Вознаграждение за рекомендацию многоуровневое. Что означают эти уровни? Например, у нас здесь на первом уровне стоит 1%. Это значит, что я, например, порекомендовал своему другу эту компанию. Если друг совершит покупку в этой компании, например, на 100 рублей, то 7% я как рекомендодатель получу в виде бонусов. То есть, если мой друг совершит покупку на 100 рублей, то я получу 7 баллов. Второй уровень я также могу получать вознаграждение со второго уровня. То есть, если мой друг совершит рекомендацию, и этот новый участник структуры сделает покупку, то я уже с его покупки получу 1%. И, соответственно, третий уровень по похожей логике, что если друг друга совершит рекомендацию, то тоже я с его покупки получу 1%. Следующая настройка – это какой процент счета можно оплатить баллами. В данном случае стоит 50%. Это означает, что стоит значение 50%. Это означает, что я бонусы могу потратить, клиент бонусы может потратить максимум на 50% от счета. То есть, если сумма счета составит 100 рублей, то максимум клиент может оплатить бонусами 50 бонусов. Только 50% от счета. В том числе, здесь в виде текста можно указать какие-либо иные условия работы бонусной программы. Какую-то определенную специфику. Либо, если необходимо, в какой-то момент подчеркнуть бонусной программе. Это условие также будет отображаться в мобильном приложении. Переходим к следующему пункту меню – вознаграждение. Здесь есть такая настройка, называется она «Приветственные баллы». И мы рекомендуем всегда ее ставить. Приветственные баллы – это те бонусы, которые клиент получает на первую покупку. На первую свою покупку, используя бонусную систему. Размеры этих бонусов мы рекомендуем ставить минимум 10-15% от среднего чека. Например, в данном случае мы поставили размер вознаграждения 300 бонусов на первую покупку. Мы это рекомендуем ставить по той причине, что это легко, хорошо мотивирует клиентов скачать приложение. То есть, если кассир, администратор предложит клиенту сообщить о том, что скачаете приложение, и вы сразу получите скидку 300 рублей. Если с помощью приложения воспользуетесь нашей программой военности, то клиенты этим очень охотно пользуются, очень охотно скачивают приложение этим и используют его. Поэтому мы всегда рекомендуем ставить приветственные бонусы. Они упрощают речевой скрипт для администратора и легко мотивируют клиентов вступать в вашу программу военности. Также за рекомендацией есть вторая настройка. То есть, за рекомендацией можно настроить, как мы показывали, процент вознаграждения отчета от друзей. В том числе, можно настроить за рекомендацию единоразовые вознаграждения. Ну, например, мы поставим 100. Путь будет 100 рублей. То есть, если клиент порекомендует своему другу, и друг совершит покупку, то есть, произойдет эффективная рекомендация, то тот, кто порекомендует, получит 100 рублей. Единоразово. Только один раз. И, соответственно, он может, ну, за каждую рекомендацию эффективную он будет получать дополнительно 100 рублей. Перейдем снова в пункт меню бонусная программа. Вот эти уровни, которые мы настроили, клиент может, как мы уже проговорили, может получать, достигая определенной суммы покупки или определенного количества рекомендаций. В том числе, эти уровни можно присвоить клиенту вручную. В этом случае мы переходим в раздел «Клиенты», выбираем клиента, и в правом меню мы можем присвоить ему уровень. И перевести, например, его на уровень серебряный. Тем самым, поощрив клиента. Все эти условия бонусной программы отображаются в мобильном приложении. То есть, в окне компании, в мобильном приложении отображается сумма бонусов, которые есть у клиента. Отображается уровень, отображается размер кэшбэка. И, в том числе, по нажатию определенной кнопки, при нажатии кнопки «Инфо» можно перейти в детальную информацию работы бонусной программы. То есть, каждый клиент может детально ознакомиться с правилами игры, с правилами программы лояльности в данной компании. То есть, здесь можно увидеть, что необходимо сделать для того, чтобы перейти на следующий уровень. И, в том числе, можно посмотреть, какое количество бонусов можно потратить за каждую покупку. И сколько можно получать бонусов за рекомендации. На этом урок по программе лояльности окончен. Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...